Коллеги, приветствую вас. Мы начинаем трансляцию и, собственно, презентацию продукта Bitrix24. Приветствую вас здесь. Согласитесь, очень интересный зал. Очень необычно. Приветствую тех, кто смотрит нас в онлайне. Мы ожидаем больше тысячи человек. Очень надеюсь, что с трансляцией, с качеством все будет хорошо, и вы сможете все прекрасно посмотреть. И я приветствую, если можно так сказать, наш Центр управления полетами. По старой доброй традиции разработчики в Калининграде собираются, выводят на проектор трансляцию, собираются в большой комнате и смотрят всю трансляцию. Коллеги, большой вам привет. Мы сегодня хотели вам представить Bitrix24, концепт социального интернета в облаке. Больше года мы работали над этим проектом. Мы разрабатывали платформу, сначала продукт, готовили его для работы в облаках. После этого мы разрабатывали сам продукт для того, чтобы он был готов и соответствовал тем задачам, для которых мы его предназначаем. Но можно сказать, что есть большая история у этого процесса. С 2008 года мы начали заниматься корпоративными порталами. И на первый взгляд нам оказалось, что все это очень просто. Ну как, мы сейчас из наших продуктов соберем интернет-сайт и все получится очень легко. Это огромный, прекрасный перспективный рынок, но на нем оказалось не так просто работать. И что самое удивительное, мы попали в самое начало изменений концепций, ожиданий того, что хотели бы видеть клиенты и пользователи. Вот так выглядели первые интернеты. Здесь практически не было человека, была компания, и все это было больше похоже на стенгазету. Вот так ожидали видеть корпоративный портал компаний и большинство людей, которые в них работали. И формат использования подразумевал, ну как это, недельная аудитория. Раз в неделю сходить, почитать, узнать какие-то форматы или какие-то новости. Так это все выглядело. В 2010 году, уже в 2010 году, концепты изменились. Появился человек, появились его персональные функции или действия, которые он может делать. И он как бы встал на уровень с компанией. Появились горизонтальные коммуникации, появилось общение между людьми. И это состояние 2010 года. Почему вообще все это происходит? Потому что вот за эти, наверное, 4 года мы с вами изменились. Мы сами стали по-другому даже воспринимать информацию. Очень многие сайты СМИ жалуются на то, что пользователи больше с утра не заходят на главную страницу. Для того, чтобы посмотреть, что там есть, они через социальные сети, через ссылки друзей оказываются на какой-то странице. Читают только выборочную информацию. За пределами компании очень удобный поиск и очень удобные коммуникации. Коммуникации между людьми, везде люди, лица. Очень легко коммуницировать. Даже наш формат дня изменился. Кто заводит сегодня обычный будильник? В большинстве своем мы заводим телефон, выставляем время. Наше утро начинается с того, что мы читаем, что же там в ленте появилось. Просматриваем новости. Этот формат прочтения новостей, когда мы листаем ленту, становится чуть ли не основным для восприятия информации. Мы отбираем некоторых людей и листаем выборочные какие-то списки. Кто-то читает на iPad, просматриваем погоду, пользуемся какими-то устройствами. Да, действительно мобильные, но у всего этого есть некоторый общий контекст. Социальный контекст. Некоторые, кстати, не очень любят Twitter и объясняют это так. Там нет лайков. Там максимум, что можно заретвитить. Зато все пишут в Twitter для того, чтобы в Facebook получить лайки и какие-то коммуникации. Мы с вами меняемся. И вот на протяжении этих лет мы пришли к новому концепту, который мы называем социальным интернетом. И когда я спрашивал, когда мы только начинали обсуждать этот концепт, я спрашивал своих друзей и коллег. Вот если я вам говорю слово «социальный», что у вас первое возникает? Все говорят «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Друзья», «Разговоры ни о чем». Это как бы такой отрицательный контекст. А если говорить о положительном контексте, все, конечно же, говорят, очень легко общаться. Везде люди, лица, мгновенная обратная связь, очень легко самоорганизоваться. Людей вовлекает в процесс. Они находятся как бы внутри. И очень многие отмечают, что именно обратная связь является своего рода таким стимулятором к активности. То есть, когда вас лайкают, комментируют, когда вы правильно формулируете свои мысли, вы получаете необычайно нужную реакцию для себя. Много споров о том, что же затягивает. Ну вот, четыре предыдущих года работы над интернетами очень многое нам объяснили относительно того, что же, собственно, необходимо людям. Когда мы им говорим, что же такое интернет, по вашему мнению? Из положительных вещей. Конечно, это все про работу. Интернет нас очень точно позиционирует внутрь. Мы внутри, мы работаем, ставим задачи, управляем проектами, файлы, календари. Все удобно и привычно. Ну, как бы в терминах. А если говоришь им, а что отрицательного вы знаете при слове «интранет»? В основном неудобства. В основном очень много ошибок. Нужно учиться, нужно учиться, нужно повторять. Много почты. Ну, о почте мы сегодня еще поговорим. Одним словом, есть плюсы у каждой концепции и есть минусы у каждой концепции. Ну и, конечно, мы считаем, что социальный интранет – это взять лучшее от каждой концепции. Это собрать эти составляющие и сделать из них среду, которая заставляет компанию работать по-другому. По нашему пониманию, социальный интранет – это своего рода самоорганизующаяся среда, которая базируется на социальных коммуникациях, но при этом объединяет рабочие инструменты. Нам кажется, что недостаточно просто общаться внутри компании на социальной платформе. Необходимо еще работать социально. Обратная связь, и мы об этом тоже расскажем, как это происходит. Вовлечение сотрудников в работу, раскрытие талантов в компании. Одним словом, это важные составляющие, которые заставляют интранет работать. У нас даже появился такой термин – работайте и общайтесь с удовольствием. О, графики. Я очень люблю графики, но вообще на презентациях мы их редко показываем. Основную цель, которую я хотел продемонстрировать, мы находимся в самом начале изменений и формирования этого сегмента. Ну что ж, мы перейдем к презентации продукта. Очень хотелось это сделать с самого начала. Но кажется, что вот эта небольшая подводка нам была необходима для того, чтобы вы стали лучше понимать нас с точки зрения концепта. Как мы рассуждали и о чем мы, собственно, думали. Ну, во-первых, пожалуйста, включи сначала сайт, другой табик. Социальный интранет и Bitrix24 – это отдельный сайт, на котором каждый пользователь, ему достаточно будет указать свой e-mail, он получит необходимую ссылку. И вот, собственно, на такой форме буквально за несколько минут он создаст себе свой социальный Bitrix24. Формы очень простые, регистрация открыта, что, наверное, очень важно. Не нужно ничего устанавливать, не нужно внедрять, не нужно учиться, и мы надеемся, что это так и покажем вам это. Не нужно, и очень важно, что можно начать с бесплатного. И, собственно, о ценовой политике мы тоже расскажем. Ну, и, конечно, достаточно любого браузера. Итак, начнем. Денис, прошу, включи, пожалуйста, один из порталов, который мы подготовили. Мы будем показывать на обычном портале, который есть и может быть в распоряжении каждого человека. Собственно, так выглядит сегодня Bitrix24. Секундочку, Денис. Я немножко сориентирую коллег. Есть общая навигация, строки поиска, время, о котором мы еще скажем, таймэн. Обратите внимание, что вот эта вот панель моих инструментов, вот в тех концептах, которые я вам раньше показывал, человека не было. И были разделы, например, о компании. Был очень любопытный случай. Мы внутри компании пытались выяснить, а нужен ли этот раздел. Он находился на самом первом главном месте. Все кивали головой и говорили, он нужен. Но когда даже по логам мы посмотрели, оказалось, что последний раз в октябре ходили в этот раздел, 3-4 месяца назад или при открытии портала. Ежедневной работе необходимы были обычные инструменты. Итак, сначала немного о сообщениях. Главная страница портала, по сути, это живая лента. Давай поприветствуем всех сотрудников. Пока Денис мне помогает и, собственно, пишет сообщение, мы видим, что у нас сообщение отправляется всем сотрудникам. И все, кто у нас работают на портале, увидят это сообщение, смогут поработать с ним. Мы еще договаривались, что Алексей Сидоренко будет нам помогать, лайкать, комментировать эти сообщения. Он будет работать в онлайне. Ну, собственно, мы написали сообщение всем. А давай напишем сообщение, отчет по мероприятию. То есть мы просто общаемся, но мы можем представить и рабочий отчет о том, как, например, прошло это мероприятие. Мы добавим заголовок, потому что некоторые сообщения бывают достаточно большими. Например, на нашем портале отчет о мероприятии может содержать десятки фотографий, включать много материалов. И сотрудники сами каталогизируют информацию, размещают, правильно размещая по группам, по разделам. В процессе работы выполняют необходимую для нас функцию систематизации этих знаний. Ну, мы не будем здесь очень… Давай направим в несколько отделов, в отдел маркетинга. Обратите внимание, Денис сейчас выбирает разные группы, в которые он направляет это сообщение. Он выбирает несколько пользователей. Это могут быть отдельные получатели. Они получат это сообщение и информацию. И он может также выбрать… У него есть возможность направить сообщение полностью в отдел. Мы чуть позже еще поговорим о деталях или особенностях. И он отправляет это сообщение. Непосредственные получатели получат нотификацию о том, что есть сообщение. Но самое главное – отчет классифицирован по разделам, уже заиндексирован, доступен для работы, комментирования, оценки его руководителями. И вот эти лайки, которые собирает этот отчет, материалы, комментарии или обсуждения, которые проистекают сразу же за этим материалом, могут оказаться и будут очень важны. Собственно, говоря о сообщениях и вообще о коммуникациях, я бы отметил один очень важный момент. Очень часто рассуждаю, думают, что компания поставила задачу и сняла задачу. Но чем больше вообще занимаюсь бизнесом и вижу другие компании, тем больше понимают, что вообще бизнес – это коммуникация. Бизнес – это общение. Это согласование позиций, разъяснение своих позиций. Поэтому нам кажется, что общаться необходимо очень легко и просто. Ну и здесь несколько слов вообще о том, как сегодня происходит общение внутри компании. Обсуждая и изучая опыт эксплуатации наших продуктов, мы столкнулись со следующим моментом. У нас в компании очень мало стало внутрикорпоративной почты, потому что большую часть сообщений мы пишем на портале. Но был один момент, для которого почта использовалась, когда нужно было файл отправить нескольким людям. Но, размышляя об этом, мы поняли важный для себя момент. А вообще-то почта не социальная. Придуманная давным-давно, когда про социальные вещи еще не говорили. И придуманная для того, чтобы общаться между компаниями. Ее адаптировали для общения внутри компании, но подходит она для этого плохо. Как обычно происходит. Одно письмо, прикрепили к нему файл и разослали его десяти абонентам. Это произошло в результате переписки, многократно увеличилось. Но письма-то истории нигде не осталось, одного места хранения нет. Люди уходят, ящики уходят, но не произошло ни структурирования информации, ни накопления, ни систематизации. И говоря о том, как мы рассуждаем, мы считаем, что люди должны общаться в рамках портала. Они должны здесь структурировать информацию, размещать эту информацию, сами размещать ее по группам, для того, чтобы они, по сути, выполняют эту работу для компании. Давай мы продемонстрируем, как идет работа с файлами. И вот мы еще раз останемся на сообщениях, но немного расскажем вам о файлах. Это один из старейших концептов вообще в интернет-индустрии, в IT-индустрии, которые есть. Файл или документ. Организации накопили огромное количество документов. Они никогда от этого не откажутся. Сейчас Денис готовит сообщение, прикрепляет к нему документ. Они загружаются, их можно прикрепить действительно много. И сейчас я попрошу его опубликовать этот документ. То есть не документ первичен, а сообщение первичное. Мы публикуем новый проект договора и публикуем его, например, в папке «Официальные бланки». Отправляем, мы пишем сообщение, но одновременно выполняем сценарий публикации документа. Отправил? Отлично. Это сообщение уже может обсуждаться. На документ поставлены правильные права, он находится в необходимом месте, он заиндексирован, и уже вы его в следующий раз найдете. Давай теперь еще один сценарий покажем, работы с документами. У нас есть документ в хранилище, например, лицензионный договор, но он устарел, и нам необходимо его обсудить. Инициирует диалог, например, юрист. Он пишет, что необходимо рассмотреть новый договор. Подкрепляет нескольких человек, например, финдиректора или бухгалтера, или юриста еще одного. Указывает их в получателях, да, сразу структурирует, например, по группе, и не выбирает новый документ, не загружает, а выбирает его из библиотеки. Давай выберем исти тот самый документ, который мы загружали, партнерский договор. То есть прикрепляет уже имеющийся документ и инициирует обсуждение. Фактически обсуждение первичней документа, оно может внутри себя манипулировать несколькими документами. Некоторые из которых могут оказаться опубликованы. Давай прокомментируем документ. О, у нас Алексей Сидоренко участвует. Он комментирует нас постоянно. Сроки поджимают. Коллеги общаются. Причем, я обращу ваше внимание, Сидоренко, Алексей, Иванов и группа маркетинг, только они смогут видеть эту дискуссию. А все пользуются обычным документом. И вот когда документ согласован, мы можем, залайкал Алексея, добавь комментарий. Давайте мы заменим эту копию. Давайте мы заменим этот документ. Юрист согласовал, свел к себе концепт. И он выбирает этот документ и замещает его, тот, который был опубликован. Денис сейчас продемонстрирует. Ну, мы с вашего разрешения. Вообще, это, кстати, сложная задача показывать коллективную работу на одном экране. Но, надеюсь, нам удастся показать вам общие сценарии работы. Сейчас, подожди, не отправляй. Выбери, где он будет опубликован. Отмени, пожалуйста, это. В этом сообщении. По умолчанию документ хранится в этом сообщении. Но нам же нужно его опубликовать. Мы выберем его размещение. Система нас предупредит, что уже есть такой документ. Но мы опубликуем его, а тот документ уйдет в историю. Вы знаете, вот так выглядели и сейчас выглядят, например, наши документы. Просто в привычной нами концепции файлов. Мы много экспериментировали. Мы прикручивали к этому бизнес-процессы. Мы прикручивали к этому обсуждения. И много искали вариантов, как же сделать людям удобно согласовывать договора. Документы, публиковать или не публиковать эти сообщения. И к своему удивлению обнаружили, что вот такой вариант очень простой. Прямо в процессе обсуждения. Причем, опять же, из той аналогии с почтой. У вас не получилось 40 писем с огромным количеством этих дубликатов. У вас есть один документ, все над ним работают. И только измененные версии согласовывают и публикуют. Я считаю, что с файлами нам удалось добиться очень-очень большого и простого сценария. Ну что ж, пойдем дальше. Вот, собственно, у меня немножко сказано было о том, как это будет. Социальный поиск. Как я уже говорил, мы привыкли за пределами компании быстро, легко находить информацию. И, конечно, очень важно находить легко информацию на портале. Поищи просто договор. Не напрямую в ссылке, а просто поиском. Все документы, которые заиндексированы, размещены на портале, они не просто заиндексированы, заиндексированы по содержимому. И вот эти лайки или оценки, или то, как раз, что сегодня называют социальный поиск. Покажи, кто у нас комментировал этот документ. Это ты. Ну, очень важно, кто лайкает документ. Кто отмечает, что ему документ нравится. Если это делает руководитель компании, то есть предметно мы считаем число подчиненных, его место в организационной структуре, количество людей. И там довольно сложная математика, скажем, очень сложная математика. Но все это влияет на релевантность поиска, на качество поиска. Компания сама определяет те документы, которые необходимы для нее. Ну что ж, пойдем к задачам. Давай подготовим одну задачу через кнопку «Добавить». Кстати, не успел. Ну, потом продемонстрирую вам эту кнопку. Из любого места портала вы можете выполнить обычные типовые действия. Создаем задачу. Задача довольно такой функциональный инструментарий. Там много возможностей по постановке задачи, по принятию задач. Мы обязательно учитываем структуру компании. То есть от руководителя задачу нельзя не принять. А если вы в горизонтале ставите задачу, то ее подтверждают. Есть для больших компаний форвард этой задачи между людьми. Не буду все детали рассказывать, но давай опубликуем задачу. Ты себе пока поставил, да? Не будем ставить, наверное, Алексею. К тому же я не помню, какая у нас структура на этом портале. Он может отказаться ее принять. Давай перейдем в задачи. И продемонстрируем кратко, чем мы располагаем для работы. Во-первых, конечно, ваш список задач, с которыми вы будете работать. Вы можете всегда посмотреть те задачи, которые вы ставили, назначали, или за которые отвечаете. И отвечают те, кому вы их назначили. Давай посмотрим все это на диаграмме Ганта. Очень многим необходим этот инструментарий. Причем не просто инструментарий, а возможность перемещать сроки. Порегулируй немножко сроки, покажи нам, как это работает. Здесь в визуальном режиме вы двигаете стрелочки, перемещаете строки, и это работает как установка информирования тех сотрудников и тех задач, которые есть. Открой, пожалуйста, задачи. Здесь очень любопытный интерфейс, как с фотографиями. Вы можете открыть эти задачи и полистать. Двигаясь влево-вправо по тем задачам, которые у вас есть, вы можете работать с ними. Но давай по какой-то задаче отчитаемся еще по затраченному времени. Ресурсный учет. Не все компании его ведут, но для некоторых это будет очень важно и интересно. Отчитаться – это не наша задача. Мы не можем рапортовать время в чужую задачу. Ну, окей. Давай на дизайн. Макет. Отлично. Мы отрапортовали время затрат, которые мы понесли. Давай завершим этот момент и продемонстрируем завершающий момент по задачам. Это отчеты. Отчеты, которых позволяют вам построить типовые отчеты, которые есть. Создать новые отчеты. Но, кстати, любой отчет теперь можно выгрузить в Excel. Ну и, конечно, отчеты можно поредактировать. Мы не будем детально останавливаться. Это очень интересный и очень важный функционал. Он пригодится многим компаниям, проектам. Но настроить отчет, работать с отчетами будет необычайно удобно и просто. Кстати, стоит, наверное, отметить, что задачи, конечно, интегрируются с Outlook. Для многих это важно. И еще очень важно отметить, что все задачи, с которыми вы работаете, попадают к вам в живую ленту. Тоже своего рода социализация. Давай прокомментируем прямо в живой ленте, в живой ленте, те задачи, которые, ну, в данном случае это моя. Мы можем сюда же писать отчет, мы можем размещать комментарии или прикреплять файлы. Спасибо. Календари. Мы перечисляем вам теперь уже классические инструменты, но показываем, как в социальном варианте они работают внутри Bittrex24. Не очень детально будем останавливаться. Давай создадим события. Встреча. Отредактируй, и ты можешь пригласить, например, дополнительных участников. Выбери кого-нибудь. Ну, здесь можно подбирать расписание, выбирать время. Еще раз подчеркну, не будем детально останавливаться на этих возможностях. Пока Денис размещает, я, например, на сегодня, у меня iPad подключен к календарю, размещенному там, добавлю события. Я его назову просто 24. Поставлю в календарь на Bittrex24 и опубликую. Давай посмотрим, появилось ли у нас событие на сегодня. Пока еще не прошла синхронизация. Обнови, пожалуйста, страничку. Вот, собственно, наше событие. Я его поставил сейчас через iPad. Вы сможете подключить календарь к своему телефону, Google календарю, для того, чтобы те события, которые происходят на корпоративном портале, или те изменения, которые вы делаете на мобильных устройствах, отражались и были видны вашим сотрудникам. Рабочие группы – это действительно инструмент социальных сетей. Нас долго спрашивали. Давай пока создавай группу. Нас спрашивали, почему это не называется проектом. Мы даже кое-где это назвали проектом. Но вообще группа и вообще проект – это больше, чем просто набор задач. Это много элементов. Денис создает проект, выбирает разный функционал, который может быть. Мы пока еще не переименовали здесь блоги в сообщения. Ну, приглашает сразу участников и создает группу. И в рамках группы мы располагаем задачами, документами, календарями, сообщениями, в которых необходимо работать. Это очень важная сущность по объединению контента, по систематизации контента, по накоплению его в правильных разделах и материалах, и объединению людей. Сотрудники и структура. А, ты уже написал сообщение к нам в группу. Отлично. Давай немножко покажем сотрудников. Конечно, подключать людей легко через приглашение. Кстати, давай продемонстрируем кнопку «Добавить». Приглашение сотрудника. Когда вы заведете себе Bittrex24, приглашение сотрудников у вас займет считанные минуты. Вы указываете e-mail и отправляете. Ну, не будем сейчас создавать. Я просто хотел продемонстрировать, что в вашем распоряжении очень простой инструмент по управлениями компаниями, сотрудниками своей компаниями, сотрудниками в экстранете, сотрудниками, которые были уволены. Иногда интересно посмотреть список. И меня часто, кстати, спрашивают, а что случится, если мы уволим человека? Все, что он создавал, будет потеряно? Нет. Безусловно, нет. Потому что человек работал и систематизировал всю информацию. Работал социально. И вообще участвовал в проектах. Поэтому это просто его деактивация и перемещение. В общем, в определенном другой список. Давай продемонстрируем структуру. Когда я вам показывал социальную сеть, я говорил про друзей. В друзей в социальном интернете, хотел сказать, нет. Конечно, они есть. Но инструмент в том виде, как социальная сеть работает, присутствует по-другому. Мы продемонстрируем. Это структура компании. Она играет очень важную роль, потому что... Давай поперемещаем немножко отделы. Ты подемонстрируй, а я поговорю. Визуально мы его, во-первых, проектируем. Во-вторых, устанавливаем руководителей. Именно от того, как устроена структура компании, будут зависеть права на задачи, ценность вашего лайка, то есть оценки контента. Кто кому направляет отчеты о проделанной работе. Ну, кстати, очень любопытно, когда, мало того, что мы сделали визуальное проектирование этой структуры, когда на ней появились люди и лица, она преобразилась. Она стала вообще другой. У нас в компании заходили в эту структуру и смотрели, хотя все же вроде все знают. Там раньше фамилии числились, а когда появились люди, стало выглядеть все по-другому. Именно структура компании в Bitrix24 выполняет опорную функцию. Ну и, конечно, еще один важный момент подчеркну. Список сотрудников можно интегрировать с телефонами. Все контакты, иногда это в терминах называют самообслуживание, HR-самообслуживание. Каждый человек правит свою анкету, правит свой список, контакты, телефоны. И это все автоматически оказывается у вас на айпадах, на компьютерах или на мобильных телефонах. CRM. Мы детально не будем останавливаться сегодня на CRM. Я просто продемонстрирую вам, что мы представляем большой функционал по этому продукту, но у нас ожидаются еще больше изменений, обновлений, интеграция с интернет-магазином. И, видимо, в этот период мы будем детально рассказывать об этом продукте. Сегодня не буду представлять больше информации. Итак, пойдем дальше. Учет рабочего времени. Сервис Bitrix24 для компаний. Он не просто для развлечений. Он для того, чтобы компания стала эффективней. Нашла внутренние резервы. Людям стало интереснее и легче работать. И мы очень долго искали способ, как учитывать рабочее время людей, чтобы они не чувствовали давление, чтобы это не стало фактором усталости, что ли. Многие знают, что ведомости отметьте, когда пришел, ушел с работы. Проходные, карточки. А ведь сам человек может смотреть, сколько он отработал. И стремится отработать 8 часов. Или, если у него больше, необходимо отрабатывать. Денис сейчас начинал и завершал рабочий день. И в нашей концепции Bitrix24, неважно, где вы находитесь, ваш рабочий день начинается тогда, когда вы начинаете его на портале. И завершается, когда вы завершаете рабочий день. Причем, если вы были на встрече и смогли зарегистрироваться только, например, в 12 часов, вы можете поменять это время и сказать, что вы начали работать с 9. И в живой ленте у вашего руководителя появится сообщение с просьбой подтвердить изменения. Точно так же в соответствующем списке, в социальном формате, без социальной напряженности, если можно так сказать, будут работать сотрудники. Интереснейшим инструментом стали рабочие отчеты. Еще раз, мы про эффективность компании. Про то, чтобы людям было легко получить обратную связь. Она не только в лайках. Она в том, когда ваш руководитель отмечает и говорит, что вы хорошо работаете. Или все правильно сделали. Собственно, вот так выглядит отчет. Нам довольно сложно в рамках демонстрации это представить. Каждую пятницу, если вы внесете изменения, в 16 часов выпрыгивает отчет, который собирает все задачи, которые вы делали в течение этой недели, все события, в которых вы участвовали, все ваши пометочки за неделю. Вы его можете поправить и отправить своему руководителю. В живой ленте у руководителя возможность посмотреть, подтвердить, прокомментировать и пообсуждать. И, конечно, вы потом в списке отчета, как руководитель, видите всю компанию насквозь. Вы можете открыть любой и полистать. Посмотреть, как это выглядит и как работает. Прекрасный инструмент для растущих компаний. Да и, в общем-то, для больших. Легкий, не создающий, ну, в общем, напряженности, наверное, так. И в то же время создающий очень важную прозрачность компании. Собрание и планерки. Интересный инструмент, но мы решили сегодня не рассказывать. Все-таки он, наверное, довольно большой. Ну и в завершении. Мгновенные сообщения. Давай продемонстрируем. Мгновенные сообщения. Мы посчитали, что самым правильным вариантом будет сделать веб-интерфейс для работы с сообщениями. Вот когда мы пишем с вами сообщения с файлами, с отчетами, это чуть помедленнее. Это ближе к концепту такого социальных коммуникаций, истории. Но иногда нужно прямо отправить на мобильное устройство сообщения, пообщаться с людьми. Вот Алексей. Я даже не знаю, где он. А, где-то вот здесь он. Они общаются на портале, пишут друг другу комментарии, быстро уточняют. Список нам показывает, кто сейчас в онлайне. Вы можете смотреть их по структуре. И это чертовски удобно. Как сказал Алексей, он раньше пользовался на компьютере Адиумом для общения. За один день он перешел на веб-интерфейс и не испытывает неудобств. Простой, легкий инструмент, решающий задачи присутствий и обменом мгновенными сообщениями. Вот, собственно, общий формат презентации. Я, наверное, кстати, Денис, попрошу тебя открыть меню пользователя и открыть помощь. Открой, пожалуйста, помощь. Вот в таком состоянии, то есть с первым welcome скрином и, так сказать, подсказкой, окажется пользователь, когда впервые вы его пригласите, он зайдет на Bitrix24. Он сможет посмотреть, какие у него есть возможности. Он может попользоваться, написать, и все действительно получается просто. Нам кажется, что учить этому инструменту не сложнее, чем научиться работе в обычной социальной сети. У нас будет возможность, я потом отвечу еще на вопросы. Перейдем к следующей части. Цены. Собственно, мы открываем сервис. Это облако, это SaaS. И, конечно, нужно объявить ценовую политику, которая будет. И несколько сюрпризов. Будет бесплатный тарифный план на 12 человек, который включает в себя социальные коммуникации, все, что мы демонстрировали, с этим связанное, задачи, проекты, файлы, документы, календари и CRM. 12 человек. Это отдел компании, небольшая компания, которая может начать работать. Быстро пригласить своих сотрудников или коллег, организоваться и выполнять совместные проекты. Второй и третий план. Это коммерческие планы. И мы решили ограничиться всего двумя коммерческими планами. План команда. Он, по сути, включает в себя все, что мы располагаем в проекте. Конечно же, социальные коммуникации, проекты. В дополнение это экстранет. Экстранет – это возможность любую группу сделать открытой для ваших партнеров, клиентов, юристов, с кем бы вы ни работали. И они будут в таких же социальных коммуникациях с вами общаться. Чем он отличается? Конечно же, возможностью пространства. Но нам удалось, и мы приняли решение, что мы не будем ограничивать по числу пользователей. То есть, фактически, тариф в 4 990 рублей – это цена для одной компании на один месяц. Независимо от того, сколько у вас пользователей. Ну и, собственно, верхний тарифный план, который предназначен для более крупных компаний, которые уже, помимо всего прочего, ведут учет рабочего времени, рабочие отчеты, планерки. И вы можете, собственно, привязать свой домен. Есть такая возможность в верхнем тарифном плане. Он всего в два раза дороже, но включает в себя и в два раза больше пространства и места. На мой взгляд, уникальные цены. Я думаю, что это очень интересное предложение. Все клиенты, все, кто говорят про СААС, конечно, говорят про безопасность. И целый комплекс мероприятий, о которых мы говорим. Конечно, шифрование. Ну вот, собственно, мы демонстрировали вам все на живом проекте. Только через СССР происходит работа. Целый ряд сетевых фильтров, проактивная защита, классические наши инструменты. Физическое разделение данных разных пользователей. Все у нас размещено в Амазоне, которое относится к определенной категории дата-центров. И целый ряд комплексных мер, которые есть в продукте. Но мне бы отдельно хотелось отметить, что для этого проекта мы разработали уникальную архитектуру. Ну, наверное, в общей сумме, я уже вначале говорил, около года мы работали над проектом. И у нас даже возникла такая аналогия, если можно сказать. Когда проект «Самолет взлетел», почему у него два двигателя? Они не просто, он проектирован так. Каждый двигатель независим. У него есть отдельный топливный бак, два пилота, два руля, два шнурка к разным элементам. Практически все дублировано только с одной целью, чтобы избежать ошибок во время полета. Человеческих, странных, других каких-то факторов. И мы решили спроектировать на сервис точно таким же образом. У нас два независимых дата-центра, которые могут работать в случае отключения одного. Это могут быть регламентные отключения, либо в случае аварий. И вот за последние полгода эксплуатации должен отметить, что трижды эта архитектура нас выручала. Дважды это были небольшие проблемы связанности внутри Амазона. И однажды мы делали профилактику большую. Мы выключали один дата-центр и проводили профилактику, возвращали оборудование в строй. Мы даже сделали вот такую архитектуру, структуру. Я не буду вам детально ее рассказывать. Кстати, некоторые моменты, которые позволяют нам говорить и обеспечивать такие цены. Мы полностью используем облачную архитектуру Амазона. То есть мы умеем масштабироваться под размер. Когда ночью никого нет на рабочих местах, у нас остается по одной машинке. Когда пользователи просыпаются, начинается рабочий день, нагрузка превышает 60%, создаются новые машины, и система автомасштабируется под те нагрузки, которые необходимы для обслуживания этого проекта. Конечно же, для наших партнеров и для тех клиентов, кто твердо скажет, что мы не хотим в облаке, мы знаем, что есть очень разные точки зрения. Мы предлагаем возможность приобрести коробку корпоративного портала. Весь концепт Bittrex24 с дизайном, с другими элементами становится составной частью корпоративного портала. Корпортал 11.5 выйдет в ближайшее время. В ближайшее время, это я имею в виду в апреле. Потому что партнеры обязательно будут уточнять. И можно будет приобретать соответствующий продукт. Итак, мы начинаем публичное тестирование проекта Bittrex24. Мы все-таки решили сохранить пока статус беты. Потому что на текущем этапе нам очень важна обратная связь от пользователей. Причем не только от технических специалистов. Уже на сегодняшний момент на проекте работает больше 500 компаний. При этом кто-то использует каждый день. Порядка 120-130 компаний работают просто каждый день. И со своими сотрудниками, и с внешними компаниями. Но нам сейчас очень нужна обратная связь именно от обычных пользователей. От тех, кто создаст рабочие группы и не обладает техническими навыками, как обладают наши партнеры или квалифицированные клиенты. Итак, приобретать продукт можно будет уже начиная с сегодняшнего дня. Почему, кстати, можно приобретать бету? Вопрос. Его мне всегда спрашивают, потому что даже на период закрытого тестирования партнеры, которые демонстрировали его клиентам, получали запросы о необходимости его продажи. То есть сегодня уже есть необходимость продавать его как сервис. И мы решили, что продавать его будут в первую очередь партнеры. Собственно, очень важный тоже момент. Лицензию можно приобрести на 6 и на 12 месяцев. Как же СААС и не помесячно? Есть некоторая особенность, связанная с Россией. Это сложности бухгалтерские, которые требуют больших расходов на обработку каждой транзакции. Для того, чтобы минимизировать их, минимизировать цену, собственно, сервиса, и делать это не раз в 6 месяцев, ой, не каждый месяц, а один раз в 6 месяцев, мы все-таки решили ограничить лицензию на приобретение. Ну, что еще отмечу? Мы запускаем проект сразу на трех языках. На русском, английском и на немецком. Bittrex24DE, Bittrex24.com. Мы будем активно работать на международном рынке. Нам кажется, что концепция необычайно прогрессивна, и мы будем рады общаться с международными пользователями. Ну и, собственно, наша цель, конечно, развитие СААС-направления, создание нового концепта социального интернета и создание среды общения, создание для компаний нового конкурентного преимущества, которое позволяет им становиться более эффективными. А людям, ну, собственно, более успешными. В завершение хочу поблагодарить компанию АИС. Ребята, вы нас очень здорово выручили. Ребята сделали нам дизайн на наших концептах. Очень много помогли с интерфейсами и с находками. Спасибо вам большое. И также хочу поблагодарить всю нашу команду и весь наш коллектив, который работал над этим проектом на самых разных этапах. Это большая победа для нашей компании. Собственно, проект открыт. Если я не ошибаюсь, его должны были уже, собственно, открыть сайт. И мы с удовольствием отметим на ваши вопросы. Прошу. Денис Легисович, у нее какие-то прямые продажи будут помимо партнерской сети? То есть что-то по сравнению с обычным инхаусным порталом? Будете ли обижать партнеров и продавать сами? Прямые продажи будут, когда мы снимем статус бета. Это когда? Мы определимся в процессе. Второй короткий вопрос. По команде инхаусного решения тоже за этот год. Вы каких-то людей уводили с инхаусного на САСНы? Что там с персоналом? И сменится ли там ценовая политика? Спасибо. Простите, не понял последний вопрос. Сменится ли ценовая политика по обычному корпоративному порталу? А, по обычному корпоративному порталу не изменится. Ценовая политика останется такой же. По команде, в которой санкутся. Какое-то количество людей отщепили на САСНы решения или наняли новых? Вообще, этот продукт стал общим в производственном цикле по выпуску продукта. То есть, в результате разработки одновременно развивается ветка корпоративного портала. BITREX24 размещается на эталонных системах. После размещения обкатки все это публикуется в САСН решении. То есть, одновременно те изменения, которые будут доступны в облаке, будут доступны клиентам во внутренних решениях. Прошу. Прошу вас. Субтитры предоставлены по процедуре тестирования. Вот я сейчас зашел на ваш портал BITREX24.ru и пытался зарегистрироваться. Без введения номера пригласительного купона ничего хоть не проходит. Кто эти купоны будет раздавать и кому? Коллеги, уже этой страницы нет. Она держалась только до завершения презентации. Да. Еще и другое. А вот чего в онлайне, в САС-версии, нет из коробочной версии? То есть, она уже, видимо, чем-то меньше? Ну, нам кажется, не очень правильным перечислять, чего нет, и давать таблицу различий. Но наши партнеры обязательно увидят эту разницу. Ну, и, значит, третий, последний. Вот сейчас началось открытое тестирование, до этого было закрытое. А сколько оно делось и сколько там компаний? Закрытое тестирование продолжалось три месяца на разных этапах. До этого был, ну, так сказать, совсем закрытый пилот, в котором мы больше проверяли инфраструктуру в облаке, прежде чем начали эксплуатацию для клиентов. Прошу вас. Григорий Рудницкий, IT News. У меня вопрос такой. Вот, очень ваш продукт новый напоминает Google Wave. Но вот Google не смогла раскрутить вот эту вот концепцию совместной работы, и Wave, в конце концов, закрыли, пустили в свободное плавание. Вот в чем, на что вот вы надеетесь, что, на ваш взгляд, в чем успех, может быть, данного проекта, вот вашего? Ну, мне кажется, не очень справедливая аналогия. Здесь, мне кажется, концепт совсем другой. И о другом. И даже сам формат социальных коммуникаций выглядит иначе. Не буду в детали вдаваться. Во-первых, не очень Wave знаю, но то, что я видел, было совсем для другого предназначено. На наш взгляд, самая сильная черта проекта – это именно объединение инструментов работы и социальных коммуникаций. Потому что можно было бы подойти просто с точки зрения, давайте поболтаем. Поболтаем о деле. Но сразу же рядом появляются задачи. Но задачи может использовать не весь отдел или не вся компания, а какая-то группа людей. Кто-то хорошо работает в рабочих группах, кому-то очень хорошо подходит Вики, кому-то другие какие-то инструменты. Вот, собственно, в зависимости от людей в компании приживаются разные инструменты. Мы не навязываем их, мы их предоставляем. Иван Кургузов, Оборот.ру. У меня два вопроса. Первый – это есть ли какая-то взаимосвязь между сообщениями и задачами? Потому что важно же не только написать сотруднику, но и чтобы он все-таки заработал. Сообщения и задачи сегодня не связаны. Ну, разве что там через файлы. Можно там выбирать те файлы, которые там загружались. Но, в принципе, они немножко о разном. Они, наверное, связаны там на живой ленте. Второй вопрос. А с внешним миром как это вообще взаимосвязано? Подготовили итоговый проект договора, кому-то его надо отослать клиенту. Как это все работает? Или клиент прислал новый договор, его нужно кооптировать в систему? Спасибо, Иван. Очень хороший вопрос. На сегодняшний момент мы решили этот сервис не открывать. У нас есть размышления, есть некоторый концепт о том, как это может быть сделано. Возможность интеграции экстранета или публичных ссылок для внешних компаний. Но на текущем этапе мы не считаем возможным пока открыть этот сервис. Но, скорее всего, он появится. То есть будет когда-то возможность сотруднику во внутренней корпоративной ленте писать сообщение через Bitrix24 и наружу клиенту тоже писать сообщение через Bitrix24? Не совсем в таких терминах, но очень похожий сценарий, да. Спасибо. Прошу вас. Здравствуйте. Сергей Нашелков, компания «Онтика». Во-первых, напрашивается вопрос, собираетесь ли вы внутри непосредственно Bitrix использовать свой же продукт? Вы знаете, здесь даже не вопрос. Самые первые версии, когда вы еще не знали о том, что мы выпустили корпоративный портал, мы уже на нем работали. И, конечно, мы работаем на этом продукте. Коллеги не дадут соврать, в последние дни все обновления, все изменения преобразили портал. Он стал таким, как выглядит сейчас Bitrix24. И, собственно, мы работаем, безусловно, в нашем продукте. И обратная связь от наших сотрудников и коллег дает очень много. Вот именно, кстати, тогда мы поймали, что портала раньше не хватало для отправки документа нескольким людям. Они открывали почтовый ящик. Сейчас это можно делать на портале. Спасибо. И несколько таких технических мелких моментов, но иногда они бывают достаточно критичными. Во-первых, мгновенное сообщение. Есть ли возможность подключения какого-то чата, то есть отправки сообщения не одному человеку? Нескольким людям. Да. Ну, сегодня по концепции мы считаем, что нескольким людям это сообщение. Это все-таки нечто большее, чем просто мгновенный обмен. У нас есть в планах чата для мгновенных сообщений, но на текущем этапе мы ограничились этим. Далее, я правильно понимаю, что самого такого понятия сущности, как проект, внутри портала нет? То есть, что способствует, в частности, разграничению доступа, разграничению задач? Это группа. Есть. Есть, да? Это группа. Мы называем это группами. Они объединяют нужное количество вам людей, позволяют распределять разные группы, управлять внутри задачами, ресурсы считать по отдельному проекту. Бюджетировать и так далее. Но у нас это немного шире. Проект у нас не просто набор задач и файлов изменений. Это коммуникация, обсуждение, все, что связано с этим. Но разграничение доступа там как бы тоже входит в это, да? Вообще разграничений доступа много, много уровней. Я сознательно старался в этой презентации показать более простой сценарий, потому что в облаке, конечно, сценарий использования проще. Например, когда вы публикуете документ через сообщение, указывая нескольких абонентов, про вас на документ ставятся ровно такие, как вы указали этих абонентов. И там много нюансов, которые спрятаны, все сложности, за простым интерфейсом. И последнее. Есть ли какой-то аналог Вики-страниц? То есть страниц, где содержится большой объем информации, так как просто подцеплять каждый раз, если что-то нужно внести документы, там, офисные или прочие, создавать их, понятно, что это неразумно. В каждой группе есть Вики. В каждой группе можно создавать, хранить документы, классифицировать информацию. Спасибо. Здравствуйте. Владислав Булатов, компания МусПро. Вопрос в отношении электронной сферовой подписи. Если вы подписываете договор, естественно, он имеет впоследствии, какой-то должен прослеживаться, в том числе и судом. То есть это не просто социальный интернет в облаке, а это, как вы пишете, позволяет общаться внутри компании. То есть это должно каким-то образом отслеживаться, и контролироваться руководством сотрудников. С этой точки зрения, насколько, скажем, в случае конфликта возникает, вы сообщаете сотруднику, что вы отправили ему. Он говорит, нет, я не отправил, я не получил ничего. И это все, скажем так, через какое-то иное время, в течение трех лет, в соответствии с законодательством, оно всплывает, и вы сможете ли с использованием вот этой системы сказать, что да, человек получил. И он ответственен за неуполнение той задачи, которая ему была поставлена здесь. Вы знаете, любая система учета может быть использована для того, чтобы решать эти вопросы юридически. В зависимости от внутренних приказов, вы можете ей придать соответствующий статус в организации и соответствующим образом отслеживать. Это внутренняя политика организации. Считаете ли вы придать этому юридический статус такого уровня? Нет, технически, я имею в виду, позволяет ли? Нет, мы сегодня не позволяем подписывать документы внутри компании. Спасибо. Вот у Андрея был вопрос. Андрей Анинков. О конкурентах скажите что-нибудь. Только хорошее. Ну и, конечно, ничего. Кто они? Кто они? Вы знаете, неоднократно опять же спрашивали. Мы все-таки считаем, что никогда не нужно, с нашей точки зрения, создавать еще одну CRM или еще один таск-менеджмент или еще какую-то отдельную среду только для обмена сообщениями. Мы создаем новый концепт. И, может быть, в таком восприятии и понимании. И, по нашему мнению, социальный интернет – это и есть некая новая сущность. То, как это работает или выглядит. Поэтому я не знаю конкурентов там. Хорошо. Тогда я переночу. А чей опыт анализировался? Эксплуатации продуктов собственной компании, у клиентов? Как я вначале говорил, конечно, мы анализировали опыт клиентов. Часть вот того интерфейсов или функционалов, которые я подемонстрировал, конечно, уже входили в предыдущие версии корпоративного портала. Живая лента, лайки, обратная связь. Как это затягивает сотрудников? Как это работает в компаниях? И это было для нас самой главной обратной связью для того, чтобы развивать. Только своих клиентов смотрели? Свои и себя. Очень много на себе смотрим. Спасибо. Виктор Логинов, Telecom Daily. Скажите, пожалуйста, нет опасений, что ваш Bitrix24 на внешних порталах превратится в тот же самый ВКонтакт? То есть люди его не будут использовать для рабочих задач, а устроят разговоры ни о чем? Спасибо. Замечательный вопрос. С директорами разговариваем об этом. Я говорю, вот представьте, ваш сотрудник написал что-то не про работу, и все это видят. Какие мотивы у него? Ну, ВКонтакте у него есть или в Фейсбуке одни мотивы, а внутри компании он же рассчитывает быть успешным, продвигаться по служебной лестнице, понимать, что нужно компании, и вообще по-другому. Вот представляет себе директор сценарий, когда сотрудник напишет что-то не про работу, или они начнут они о работе общаться. Практически не остается таких вариантов. И опыт внедрения и опыт запусков проектов показывает, что категорически не получается так. Еще даже наоборот приходится предлагать общаться на непроизводственные темы. Заводить группу велоклуб, или юмор, или еще какие-то, чтобы как раз втянуть нерабочую атмосферу, которая есть внутри компании, чуть побольше. Потому что первоначально люди действительно немножко скованы. Они все-таки внутри компании, они опасаются просто начать высказываться. Со временем этот страх проходит, и среда становится очень открытой. Даже... А? Они работают, пожалуйста. Они все равно это будут делать. То есть, ну как вы им запретите в курилке заниматься неделом? Пусть они общаются, пусть работают. Это все становится общей средой. Все обобщается. Спасибо. Прошу вопросы. Ну вот если касаться музыкальной тематики, да, предположим, сотрудники увлекаются музыкой. Они, безусловно, отзору, что можно прикрепить Word или какой-то другой документ и переслать. С использованием, как бы специализируем, да, в то же самое финале или Сибелиус. Но если человек хочет написать именно в вашей системе какие-то ноты, позволяет ли это, предполагается ли возможность подключать дополнительные плагины, которые могут быть написаны сторонними разработчиками. Специально для музыки? Да. На текущем этапе открытого тестирования мы не сделали открытый API. Он у нас находится в разработке, который будет позволять делать компоненты и решения специально для платформы и для Bittrex 24. Пока таких решений нет. В дальнейшем, скорее всего, появятся. Можно еще вопросы? Хорошо. Подумал из-то, а не опасаетесь ли вы, что тот же самый Facebook или ВКонтакт, вот уже сейчас у них есть зачатки, так сказать, объединения сотрудников одной компании, да, придут и затопчут вас просто на месте своей аудиторией и мощностью? Нет, не опасаемся. Нет, 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 нет. Значит, первый вопрос, который задают, в каких сот Амазона размещен сервис? Ну, ты сказал про два цода, спрашиваю, второй тоже Амазон. Да, второй тоже Амазон. Это два географически разных дата-центра в Амазоне. И еще один вопрос задают, будет ли сайт Bittrex 24 индексироваться поисковыми системами Яндекс и Google? Если да, то какой часть? Ну, то есть какая часть будет индексироваться? Ну, только публичная часть самого сайта, который рассказывает о продукте, объясняет, что такое продукт. Зайти внутрь портала нельзя. Нельзя. Ну, только логин, пароль, только ваши сотрудники. Мы, кстати, размышляли, но отказались от авторизации через аккаунты социальных сетей, потому что очень много примеров, когда сотрудников блокируют. Ну, там, удалили им аккаунт социальной сети, он теперь не может и работать, и в компанию не может попасть. Поэтому логины, пароли, SSL, шифрование и, конечно, никакой индексации. Только внутренний индекс самого корпоративного портала. Еще был вопрос про защиту. Каким образом будет обеспечиваться защита персональных данных? Ну, мне показалось, что ты в презентации ответил, но, может быть, ты еще раз повторишь. Нет, я бы отдельно не останавливался. Много уже говорил по безопасности. Есть ли вопросы еще? Будет ли реализовано реал-тайм обновления живой ленты? Да, мы работаем над этим вопросом. Мы действительно очень хотим добиться интерактива, который бы позволял в реальном режиме видеть появляющиеся сообщения, живую ленту и часть решений. Некоторые заготовки прототипов есть, но на этом этапе нам кажется, что выпускать рано. Дело в том, что сегодняшний функционал действительно очень хорошо решает задачу. Мы научимся правильно и хорошо его масштабировать, и дальше, видимо, решим задачи с WinSox и с реал-тайм живой лентой. Хорошо. Снова Иван Кругузов, оборот.ru. Ты говорил, что планируется привязка CRM-а, может быть, в будущем к интернет-магазину. На данный момент уже есть в CRM-е какие-то функции, реализованные по прохождению цепочки задач по одному и тому же типовому сценарию. Например, какой-то вид клиента или что-то подобного плана. Мы сознательно не стали останавливаться. В составе продукта очень мощный функционал бизнес-процессов внутри CRM. С возможностью устанавливать задачи, настраивать сроки. С открытой мапой, которая позволяет через интернет-магазины закидывать лиды или сделки. Но просто обозначу, не забегая вперед и не отвечая более детально, с выпуском управления сайтом 11.5, который состоится в мае, мы представим большую интеграцию, связанную с магазином. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое. Спасибо всем, кто нас смотрел в онлайне. У нас сейчас будет время и возможность пообщаться за плюшками, как говорится. И я очень рад, что этот проект взлетел. Спасибо. У меня небольшое объявление для журналистов. Если у вас есть желание пообщаться с Сергеем Рыжиковым, то мы сейчас можем индивидуально уделить именно время вам. Подойдите, пожалуйста, к нам, и мы сейчас все это организуем. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.